Мы с Андреем из ВКонтакте и занимаемся там прикладными исследованиями искусственного интеллекта. То есть это некоторая штука, которая выпускает и впрод, и помогает командам разбираться с новыми технологиями. И в целом мы очень стараемся, чтобы группа как можно быстрее вкатывалась во что-то новое, и стараемся и делиться своей экспертизой с ребятами, и подтягивать задачи продуктовые до самого-самого топового уровня. Внутри нашего отдела есть три подразделения. Это то, что связано с звуком, то, что связано с картинками и то, что связано с текстом. То есть если вы пользуетесь, например, ВК звонками, то шумодав, там стоит наш. И если сзади вас лают собаки или шумит автобус, то его погасит, и ваш собеседник не будет слышать, что вы находитесь в какой-то там громкой ситуации. Сегодня у нас будет чуть-чуть больше про текст. Мы с вами поговорим про то, как у нас устроена эрендишная часть внутри, как мы взаимодействуем с продом, как к нам приходят задачи, и как мы выбираем, что они поедут в прод, и как мы делаем наши эрендишные штуки. С чем обычно к нам приходят? Обычно к нам приходят, когда нужно рассказать про что-то, в каких компетенциях продукте нет. Потому что, насколько бы ни была большая компания, всегда есть продукт, в который хочет что-нибудь новое попробовать. Затащить какие-нибудь суперновые технологии. Или приходят ребята из бизнес-юнита, в котором просто нет такой компетенции. И мы стараемся и рассказывать, и делать некоторые MVP для того, чтобы ребята могли запустить. Или, например, к нам приходят, когда есть задача, но на нее нет ресурсов. Потому что каждая команда продуктовая, она суперзагружена. Я не видел ни одной продуктовой команды, люди, которые бы сказали, ну не, нам легко живется. Обычно это люди, которые очень много работают, которые постоянно, у них есть поток задач, потому что пользователям надо постоянно причинять добро, и они над этим работают. И тогда приходят к нам и говорят, ребят, у нас есть задача, которую мы очень хотим решить, но не понимаем вообще, она в продукт заедет или не заедет. Хватит ли у нас ресурсов людских и по железу, потому что железо – это тоже очень большой ресурс, который надо перераспределять. И мы стараемся помочь. Где-то быстро заводим, где-то подсказываем, как у опенсорс посмотреть. И максимально стараемся посвятить ребят в то, чтобы они могли новые технологии, наши знания переменить у себя в продукт. Плюс мы стараемся делать быструю выкатку фичей для того, чтобы понять, а нужно ли действительно это в направлении. Потому что чем быстрее вы проверите гипотезу, чем быстрее вы поймете, что вам это нужно или не нужно, тем больше вы сэкономите ресурсов. А сэкономил – значит заработал. И в принципе продукт развивается через большое количество проб и ошибок. Я не знаю ни одного продукта, у которого бы не было факапа, и они бы идеально выстреливали, и у них все сразу получалось. И мы таком тот отдел, в который может быстро проитерировать, быстро понять, какие технологии могут заходить, какие в продукт не могут. Даем-то в продукт фидбэк, и он, соответственно, дальше решает, нужно ли ему это или нет. И таких итераций может быть 3-4. Сегодня у нас будет речь про LLM. А LLM у нас всегда, по крайней мере, у меня в голове связано с OpenAI. И мне довольно смешно смотреть на 90% всех стартапов, которые поднимают сейчас инвестиции за рубежом, потому что это просто API, OpenAI, которые с помощью промтов или каких-то там чуть-чуть более хитрых штук, но все-таки на API, OpenAI строят свои проекты. Понимаю, что делать свою модель очень тяжело. Я понимаю, что мало компетенций, а стартап вообще могут делать несколько продуктов и силзов, которые даже не кодя, могут получить какой-то value, что-то очень полезное для пользователя через API, OpenAI. И вот тут я привел список того, как OpenAI вообще сам инвестирует и дает кредиты в некоторые стартапы из разных сфер. И для меня большая часть таких стартапов, она выглядит примерно так. Есть человек с тем, что ему нужно сделать что-то на работе, он это делать не хочет, делает это через опиху. Есть другой человек, который видит этот продукт, который расписан, например, очень сильно с какой-то дополнительной функцией и снова использует API, OpenAI, для того, чтобы это упростить. То есть это реально кейс, когда ребята из SMM пишут текст, а потом ребята, которые пользователи, пытаются его суммаризировать для того, чтобы главную суть вытащить оттуда. К чему сводятся все LLM внутри большой компании, если вы пытаетесь ее заводить? Это нужно вывести в прот. И это либо чужое API от Google, от Яндекса, от OpenAI, какие хотите, либо что-то взять из опенсорса, развернуть свое и попытаться это настроить так, чтобы оно приносило пользу. Есть второй путь, когда вы выкатываете не напрямую LLM в прот каким-то образом, а используете ее внутри, как инструмент, который позволяет вам делать новые фичи и продукты внутри. Например, синтезировать данные под свои задачи или размечать с помощью LLM эти данные. Как показывает наш опыт, если используете самые последние LLM-ки, то они размечают не хуже, чем разметчики, которых вы наняли и которые руками разметили данные. Да, конечно, есть некоторые сложности, но при этом если вы научитесь качественно запрашивать разметку, то LLM-ки делают это неплохо. Всегда, когда вы будете что-то заводить внутри, вы столкнетесь с этими прекрасными людьми. И, B, и юристы – это мои самые любимые люди, с которыми я каждый раз сталкиваюсь, когда хочу что-то новое внести внутрь. Пройти различные… Короче, кофе было выпито с этими людьми очень много, потому что у них всегда есть вопросы к тому, а законно ли это, а можем ли это мы делать, а что ты начинаешь куда-то отправлять. Следующий пункт – это лицензии, потому что даже если вы заводите open source, open source, если вы начнете читать лицензии, вы увидите, что в коммерческих целях использовать нельзя, а я не знаю ни одного бизнеса, ни коммерческого. Внутри лицензии написано, что вы не можете использовать эти модели напрямую, вам нужно каким-то образом их хитро дообучать и использовать результаты, из них вы на самом деле тоже не можете, и так далее. Очень большое количество open source на самом деле – это то, что нельзя использовать в проде. И это прям для меня большой был удар пару лет назад, когда я начал вчитываться в лицензии. Дальше. Если вы запускаете что-то внутри себя, то это нужно вычислительные мощности. Вам нужно железо для того, чтобы запустить CLM-ку. А если вы хотите это еще и на inference, и около real-time, чтобы пользователи прям могли получать и обрабатывать запросы от них, вам нужно очень много железа. И это либо облако, либо себе покупать. А себе покупать – это и дорого, и долго. Ну и, конечно, если вы выкатите что-то с LLM-ками, то нужно отрабатывать запросы в PR, потому что у вас точно спросят, а что вы там внутри делаете. И говорить, что вы подняли ламу или мистраль у себя – это, конечно, можно, но как-то так себе. Вот. Что про R&D? К нам пришли ребята из продукта и сказали, можем ли мы сделать такой нер, а нер – это штука, которая выделяет именованные сущности из текста, который бы сам себя перенаполнял, сам подтягивал и мог бы выделить из текста новые группы, новые игры, которые не надо было бы постоянно доразмечать. Пример. Моя бабушка живет в Минске. Минск – это город. Моя бабушка – это Маша. Мы выделили две именованные сущности, но это выделить легко. А когда вы начинаете говорить про новые какие-нибудь инди-игры или японские группы, или еще про что-то, особенно, например, про новые марки автомобилей, которые сейчас выходят, и их названия, которые звучат как отдельные вообще библиотеки и тома книг, это становится суперсложно. Что мы сделали? Мы захотели сделать общий рек по запросу, общий нер по запросу нашего продукта, потому что он был бы полезен и в рекомендациях, и в поиске. Вышла очень интересная статья, которая описывает, как это можно делать с помощью LLM. И третий пункт – то, что в опенсорсе русского языка не было нера, который был бы на разных доменах. Да, там можно сделать имена, города, еще какие-то сущности, но, например, медицинских терминов там нет, технических терминов там нет, названий групп, игр, а самое главное – он очень тяжело пополняется. То есть вам нужно, чтобы кто-то сидел и постоянно его пополнял. Перед вами Андрей. Это в 2021 году. Его сейчас ждет восхождение. Мы каждый год стараемся ездить на варкейшн в Сочи для того, чтобы командой не только в офисе собираться, но и где-нибудь на природе поговорить про технологии. Он еще не знает, что через год выйдет чат GPT, и он станет сильно меньше спать. И сейчас он вам подробнее порассказывает, и каким образом мы завели LLM-ки внутри как инструмент, чтобы сделать R&D для NERA. Поприветствуем Андрея. Ваня много рассказывал сейчас тут про продукты, про то, как команда у нас устроена, как работает. Я буду говорить про LLM-ки и про технику. В общем, много раз говорили LLM, LLM, что же такое LLM. LLM-ка – это у нас такая сущность, языковая модель. Она делает что? Она пытается предсказать какое-то следующее слово в тексте. У нас есть какое-то начало текста, мы хотим предсказать следующее слово. И делаем вот это вот итеративно. Нужно нам это, чтобы лучше моделировать язык и решать какие-то задачи, связанные с естественным языком. Сейчас LLM-ки, которые у нас вообще существуют, популярны сотами, являются параметризованы трансформером. Такой большой, не очень сложной, ну, короче, архитектурой глубокой, в которой может быть очень много параметров. Именно поэтому у нас в LLM-ках есть еще одна буква LL, large. Модели могут содержать, там, начиная от полутора миллиардов параметров и вообще, наверное, ограничений нет. Можно сколько угодно пихать, сколько угодно их растить. Но вот более-менее оптимально что-то там вроде 70-170. Еще что можно хоть как-то заводить. Как обучают LLM-ки? Ну, во-первых, есть три стадии. Первая стадия мы сначала делаем притрейн. У нас есть какой-то большой набор корпусов. Эти корпуса — это обычные тексты. Просто тексты из интернета, с Википедии, из книжек, откуда угодно. И мы учим языковую модель просто предсказывать следующее слово с помощью кросс-энтерапии. Обычная языковая модель. Следующая стадия — мы добучаем ее на инструкциях. В момент, когда мы добучаем модель на инструкциях, инструкции — такие сущности, которые задают форму взаимодействия с этой LLM-кой. Инструкции нам говорят, что вот, смотрите, есть у нас инструкция, что мы хотим от модели. У нас есть какой-то input, входные данные, с чем мы хотим поработать. У нас есть output, то, что моделька нам возвращает. И вот в таком сетапе, добучая, fine-tune модельку на таких данных, мы ей задаем некоторую форму, способ взаимодействия. Третий шаг — это alignment. Это такая штука, которая, на самом деле, второй и третий — это в целом alignment, но вот третий — это скорее такой более сложный alignment. На третьей стадии мы пытаемся объяснить модельке, что хорошо, что плохо. Это странно звучит. Но, в общем, мы пытаемся объяснить ей, что мы от нее ожидаем. Нужно ли ей ругаться, нужно ли ей, не знаю, отвечать на определенные вопросы. Или ей стоит сказать, что, извините, я не знаю этот вопрос, или это сенситивная какая-то штука. За это отвечает alignment. Там используется разный RL или какие-то другие не RL-подходы. Обучаемся уже на фидбэке от пользователя. Вот. Нам дальше будет интересен, на самом деле, только вот второй этап, связанный с SFT, с fine-tuning. Поэтому первый, третий — это просто так, ради интереса. Что же технически умеет такая модель? Вот мы говорим, LM-ки большие, жирные, что? Ну, что толку-то? На самом деле, пока они обучаются, они очень много информации в себя собирают. Они начинают хорошо понимать, ну, если это можно назвать словом «понимать», мир наш, то, как он устроен, как он структурирован, что в нем существует. Второй интересный момент — то, что такие большие модели, они могут уже решать очень много разных NLP-задач. И более того, эти NLP-задачи, в общем, они их могут решать даже лучше, чем человек. Они могут сдавать экзамены лучше, чем человек с наиболее хорошим скором. И еще один важный момент — то, что такие модельки очень хорошо генерализуются на новых задачах и доменах. Какая здесь суть? Представим, что у нас есть моделька, мы ее, типа, там, фантюнили на что-то, но мы ее не фантюнили на сумморизацию. Мы гипотетически можем делать предположение о том, что, на самом деле, она сумморизировать может. Что где-то когда-то она видела какие-то примеры, и она может без какого-то, там, особого датюнинга в few-шот-сетапе, либо в zero-шот-сетапе попытаться решать такую задачу. Вот. Это то, почему вообще LM-ки прикольно. Какие у нас есть примеры? Ну, у всех на слуху проприетарные, типа, там, ГПТ-шек от OpenAI, Клод от Антропиков, и вот, там, пару дней назад гейми не зарелизили в Гугле. Они большие, они мощные, но, к сожалению, они закрытые и чаще всего доступны только по API. Второй лагерь — это open-source модельки. То, что нам дает комьюнити, это всякие ламы, альпаки, зефиры, мистроли. Что они делают? Они, на самом деле, пытаются догнать OpenAI. Они учат какие-то свои собственные модельки, но, к сожалению, они не могут их разрабатывать так, как разрабатывал OpenAI, поэтому наиболее простым способом что-то сделать — это, на самом деле, дистилляция ГПТ-шек. Из плюсов таких моделек то, что они, на самом деле, небольшие и эффективные. То есть, если у нас, там, предположительно, четверка весит очень много, ее нужно очень долго, долго инференции, поэтому там price OpenAI очень большой за нее, то какой-нибудь fee, который полтора миллиарда параметров всего лишь, мы, там, не знаю, спокойно на цепу можем гонять у себя, если он эффективно заимплементирован. Вот. И чтобы вообще такие модельки появились, чтобы появился у нас мистер Альфи, либо Лама, люди используют instruction tuning. То есть, вот ту штуку про инструкции, которую я рассказывал, воспроизводится это дело, но если OpenAI в свое время руками размечал все эти данные, то сейчас мы их можем как-то сгенерировать. То есть, инструкции мы можем написать либо ассессорами, либо сгенерировать foundation моделькой. Inputы мы можем взять из супервайз корпусов или точно так же сгенерировать foundation моделькой. Outputы — это, собственно, выхлоп нашей foundation модельки, то есть, там, ГПТшки какой-нибудь тяжелой, на которых мы будем дообучаться. У нас получаются такие общие модельки, вот те же самые Ламы, Фини туда, ну, Мистераль, да, Ламы Мистераль, например, которые точно так же решают множество разных задач, но делают они это чуть хуже. Почему? Потому что, ну, нам сложно догнать foundation модельки, потому что, когда мы дистиллируем, мы дистиллируем какой-то вот определенный набор домен. Мы не можем вообще все домены покрыть этой дистилляцией. Мы не можем прям полностью ее как-то превратить из большую маленькую модельку, особенно по API. Вот. И в этот момент выходит статейка, появляется вот эта идея с нером. К нам приходят и говорят, мы хотим решать нер. Причем мы хотим решать нер не так, чтобы вот у нас есть локация, персона и организация. Давайте нам вот три вот этих сущности выцеплять из текста. Мы хотим решать этот нер на как можно большем числе доменов. То есть мы хотим брать произвольный текст и из него выделять любую именованную сущность. Ну и, собственно, эти сущности неограничены, ничем не должны быть. Вот. Помимо этого мы не хотим использовать какую-то очень жирную модельку, потому что, ну, потом гипотетически мы это впрод потащим, и нужно будет с этим маяться. Этим не хочется заниматься, хочется что-то лайтовое, чтобы не очень много ресурсов тратить. Вот. Ну и, конечно, не очень хочется тратить деньги на асессоров, которые бы нам размечали данные, потому что, как показывает практика, дешевле действительно купить опишку, и эта опишка нам разметит с не худшим качеством. В тот момент мы как раз наткнулись на Universal NER, статья, которая вышла там в августе 23-го года, и поняли, что это вот такой прям мэч. Можно попробовать включить режим R&D и посмотреть, что же можно сделать, как мы можем помочь нашим друзьям из команды. Вот. А основной идеей в этой статье, в Universal NER, был Mission Focused, Instruction, Tuning, Distillation. Короче, в чем разница? Если вот какую-нибудь мистераль, там какую-нибудь ламу мы файн-тюнив на всех инструкциях общих, там на суммаризацию, на переводы, на Quention Answering, на кучу всего, то здесь мы хотим сфокусироваться на какой-то одной конкретной задаче. Наша гипотеза в том, что на этой конкретной задаче мы сможем генерализоваться. То есть мы покажем не так много примеров, но на самом деле этого будет достаточно, чтобы она не оверхвитнулась и начала решать эту задачу довольно хорошо. Вот. Что нам для этого нужно? Ну, во-первых, нам нужно собрать данные. Нам нужны input и output, входные и выходные данные. Нам нужно фокусироваться на разнообразии input. То есть на самом деле мы могли бы попросить LAM какую-нибудь сгенерировать нам разные тексты всевозможные, в которых есть именованные сущности, но это дорого-долго, да и еще у нас сведомены будут урезаны, потому что LAM все-таки сэмплирует куда-то вот в одну такую модальность с одной модой. Вот. Поэтому мы можем взять какой-нибудь пайл, common crawl, почистить его, и использовать как наш исходный набор данных. После этого мы берем какую-то foundation модельку типа GPT-шку, пишем ей prompt, типа, привет, ты штука, которая экстрактирует информацию из текста, и тебе нужно просто нам вернуть JSON-лист со всеми сущностями, которые есть в данном тексте, и еще написать, что это за сущность были. Вот. Прогоняем на этих данных LAM-ку, собираем результаты, фильтруем их еще раз, потому что, ну, там, иногда она ошибается. Даже не то, что иногда, она часто ошибается, поэтому за ней нужно следить. Именно поэтому вот API-шки, все эти модельки, они на самом деле очень далеки от реального использования в PROD. И после этой фильтрации у нас остается примерно 40 тысяч input-ов вот этих текстов, примерно 300 тысяч сущностей выделяется, и из них 2000 уникальное. Распределение довольно интересное. Оно очень сильно размазанное, у нас очень длинный хвост, и больше всего у нас выделяется организаций, локаций, персон каких-то, а чуть меньше всяких таких узкоспециализированных сущностей, типа там кусок машины, часть машины, сериал на телевизоре. Вот. И здесь еще важно то, что разные уровни гранулярности, то есть у нас может быть так, что есть сущность техника, и есть сущность автомобиль, и есть сущность, не знаю, условно китайский автомобиль. Вот. Это тоже может быть полезно для разных юзкейсов. После этого мы ставим файн-тюнинг за нашу ЛМ-ку, мы точно так же делаем промпт, на котором файн-тюнинг, и используем вот этот конверсейшн-стайл тип тюнинга, когда мы в розыкидываем текстов и не тюним. У нас есть какие-то входные тексты, у нас есть сущности, итеративно мы просим для определенного типа сущности сгенерировать нам все те value, которые вот найдутся в тексте, и вернуть это в качестве JSON-листа. Кроме этого, мы делаем negative sampling для того, чтобы объяснить модельке, что иногда сущности может и не быть в тексте, и не нужно каждый раз пытаться найти что-то, если ее об этом попросили. То есть мы просто берем тексты, в которых нет никаких сущностей, ну, нет, например, сущности location, делаем такой, добавляем запрос и показываем ей, что там будет просто пустой лист. Вот. У нас на самом деле есть еще оригинальная статья, в ней тоже есть какие-то данные, давайте их просто вместе соберем. Вот у нас есть какая-то разметка, есть данные, объединили, fine-tunilice, получили какой-то результат. Тюнили мы внутреннюю полутора и трех миллиардов ламоподобную модель, это не подсорсность штуки, это наши внутренние штуки. Вот. И получили примерно такой результат. У нас есть текст, мы можем делать запрос, пожалуйста, выцепи все футбольные клубы, выцепи все футбольные лиги, выцепи все скоры, и она нам будет возвращать такие результаты. Есть еще другой кейс, когда мы говорим о выцепи вообще все именованные сущности, это отдельный тип fine-tuning, но про него наверное не успею рассказать в целом, потом может быть в кулуарах. Вот. Что у нас получается по качеству? Мы тестировались на русских датасетах, на русских бенчмарках для NERA. К сожалению, они немножко нерелевантны этой задаче, но мы хотя бы можем относительно понять, насколько мы лучше или хуже вот этих foundation-моделек. Получается так, что оригинальный Universal NERA не очень хорошо работает на кириллице. Он немножко перетюнен на то, что в JSON-е иногда он может вместо кириллицы пытаться генерировать байт-код, что оказалось прям очень странным. Поэтому там метрики довольно низкие. Вот. Но наши файн-тюнинги работают получше. Полторашка бьет оригинальный Universal NERA, а тройка бьет GPT-шку. Тоже интересный эффект. Вот. Выводы какие? Оригинал работает хуже с кириллицей. Он у нас довольно чувствителен к перефразированию entity-type, то есть если мы попросим выцепить Person, он нам что-то выделит эта моделька. Если мы попросим выцепить людей, моделька может не выцепить ничего. Поэтому с этим тоже нужно работать и есть некоторые методы. Вот. Из плюсов то, что такая моделька действительно распознает неизвестные редкие сущности. Если у нас в притрейне не было какого-то китайского автомобиля, она все равно выцепит его по семантике. Она поймет по контексту, что там действительно какая-то сущность. С ней нужно что-то делать. Вот. Ну и неактив кеширование токенов, оптимизированные куды-кернелы. И очень полезная важная штука LM Format Enforcer. Это, короче, вещь, которая позволяет заставить модельку генерировать действительно JSON-ы по заданным типам данных. Вот. Что в итоге? LM-ка отлично понимает язык, умеет обобщаться, работает все быстрее, но вот то, что у нас есть в open source, оно не идеально. Поэтому нужно обязательно дорабатывать, дорабатывать даже штуки и запишек. Target Distillation работает на NER без оверфитинга. Это было сюрпризом. Казалось странным то, что такая большая моделька на таком маленьком количестве данных, она должна оверфитнуться. Она не оверфитнулась и даже генерализовалась. Это прикольно. Вот. Ну и такой общий итог. То, что LM-ки можно использовать не просто как какую-то вот чат-бот, куда ты задаешь вопросы, спрашиваешь что-то, а инструмент не только там для Code Assistant, а в целом для разработки, для разметки данных, для фантюнинга ML-моделек. Вот. На этом все. Не знаю, любите LM-ки, обучайте LM-ки. Субтитры создавал DimaTorzok